Мы возвращаемся в прошлое, возвращаемся на месяц назад, потому что именно месяц назад вся страна отмечала юбилей победы, пусть и не так масштабно, но все же ветераны без внимания не остались. А вот в Объединенном Государственном Архиве Челябинской области тоже произошло значимое событие, связанное с этим священным праздником. Наш архив выкупил у московского архива эксклюзивные кадры военных кинопленок. Почему эти пленки так важны для нас и что на них, мы прямо сейчас узнаем у главного археографа Объединенного Государственного Архива Челябинской области Галины Кибиткиной. Галина Николаевна с нами на связи. Доброе утро. Галина Николаевна, вот скажите, пожалуйста, в чем ценность этих кадров и что на них запечатлено? Вы знаете, на самом деле действительно для архива, да и вообще для всех жителей очень важна визуальная история, чтобы мы смогли с вами представить, как выглядели люди в то далекое время. И поэтому фотографии и кинопленки – это бесценные документы. Благодаря правительству Челябинской области в этом году к юбилею Победы мы смогли выкупить в архиве кинопотодокументов в Красногорске, в федеральном архиве, кинопленки. Это девять различных таких пленок по различным моментам тыловой нашей истории Южного Урала. В первую очередь я бы хотела отметить пленку, связанную с изготовлением шашки Сталина. Дело в том, что у нас в архиве тоже есть документ, полное описание, вот как выглядела эта шашка. Причем сколько было потрачено золота, серебра, драгоценных камней, какие камни. И письмо от Потоличева Николая Семеновича, первого секретаря Челябинского обкома парки, к Сталину, вот при вручении этой шашки. Документы-то у нас есть, но нет вот как раз этой хроники. Поэтому она так дополняет и так нужна. Далее – это киножурналы. Как вы знаете, перед художественными фильмами всегда показывали киножурналы. И все с удовольствием смотрели, что же случилось и на фронте, и в тылу за какое-то время. И вот киножурналы как раз повествуют о том, как был введен в строй Блюминг на ММК, как строилась шестая комсомольская домна силами комсомольцев Южного Урала. Затем – как у нас открылся трубопрокатный завод в Челябинске. Тяжелые годы войны, тяжелейшие. Далее у нас есть небольшой сюжет, связан с ремесленным училищем номер 13 Магнитогорска. Это очень значимое героическое училище, потому что оно единственное в Советском Союзе было награждено Орденом Трудового Красного Знамени. И ему было вручено Красное Знамя ГКО. Лично Кивосян вручил нарком черной металлургии. Далее, как раз в этом сюжете дети танцуют. И это говорит не только о их трудовом подвиге, а как в училище еще художественная самодеятельность была развита. Дальше. Большой сюжет связан с проводами нашей известной 63-й танковой бригады. 9 мая 1943 года, вот такое совпадение, на Кировке, там где стоит сейчас танк, собралось 40 тысяч человек народа. И провожали вот как раз 63-ю танковую бригаду в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Бригаду, собранную полностью от пуговицы на шинелях и на гимнастерках солдат до танков. Галина Николаевна, мы поняли, что эти кадры действительно уникальны. А вот скажите, пожалуйста, а обычные жители, южноуральцы, могут как-то с ними познакомиться? Может быть, вы экскурсии какие-то проводите? Или не будут же они просто в архиве храниться? Ну, на самом деле, все хранится в архиве вечно. И это правильно. Мы даже их еще пока на учет не поставили. Но они будут выставлены на наш сайт. У нас огромное количество мероприятий. Мы все же надеемся, что 1 сентября мы полностью откроемся. И каждый день у нас школьники, студенты. Вот вы знаете, несколько тысяч человек проходят через архив за год. Проводятся и архивные уроки, и экскурсии. И поэтому у нас есть большие мониторы. И, конечно же, мы будем всем показывать эти кадры, чтобы воочию увидело молодое поколение, какими были их деды в молодости, и как они ковали здесь победу у нас на Южном Урале. Вот это действительно очень важно и необходимо, чтобы молодых южноуральцев знакомить с историей. Потому что, как говорится, без прошлого нет будущего. Галина Николаевна, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на прямую связь. Мы напомним, что с нами сегодня беседовал главный археограф Объединенного государственного архива Челябинской области Галина Кибиткина.